История строительства кардиоцентра – повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, госзаказчик и генподрядчик. Крайним остался Челябинск с готовым зданием, но без медицинского оборудования. В таком состоянии кардиоцентр находится больше полугода. По плану сдать его должны в мае 2010-го, к проблеме подключили даже президента Медведева. Все будет зависеть от времени поставки медицинского оборудования, поскольку оно достаточно сложное в технологическом плане. Требует длительного времени для монтажа, скажем, и пусканалки, скажем так, до трех месяцев. Сегодня здание кардиоцентра пустое, на отопление работает на полную мощность. Требования к климату очень жесткие. Пунктуальные немцы, производители модулей, проверяют все до мелочей. Российский принцип «Вы приедете, мы при вас доделаем» не срабатывает. У них есть определенный перечень требований, которые мы должны подготовить. И рассматривается только двусторонне. 25 тысяч квадратных метров и тысячи помещений разного назначения – от аптеки до операционной. Находиться в кардиоцентре одновременно смогут больше ста пациентов – и взрослые, и дети. Областной Минздрав обещает – лечение для них будет бесплатным. Понятно, что это не учреждение первого контакта с пациентом. Для этого есть муниципальное учреждение здравоохранения, врачи общей практики, участковые терапевты и так далее. И ввод в строй этого центра в городе Челябинске позволит нам разгрузить областную клиническую больницу, создать там центр острого коронарного синдрома. Поставку оборудования обещают начать буквально на днях. Параллельно с этим в кардиоцентре будут подключать вентиляцию, сигнализацию и диспетчерскую связь. Этим займутся уже не местные строители, а немецкая компания.